Ку-ку всем! Доброе утро! Наверное, я сейчас блютус одену, чтобы меня лучше слышно было. Сегодня 19 понедельник, начало рабочей недельки. И поедем мне... Гленя прислала смс в Авеста. Авеста. Это Швеция, Центральная. Туда, к Стокгольму, Фалун, Стокгольм, Явле. 32 метра и 48 метров. Два ордера у нас. Ехать надо побыстрее. Грузят на Стокгольм. Грузят на Стокгольм пораньше, потому что ехать долго. Целый день, наверное, туда пойдет. В езды. Сегодня мы не выгрузимся. Это не направление Гетеборга. И за выходные я уже сделала все, что могла и не могла. Вот. Ну что? Тронулись в путь. Поехали. Я переверну камеру. В принципе, едем по стандартному маршруту. И доброе утро всем. Доброе утро. Позитивного дня. Хорошего настроения. Надеюсь, там дорога будет нормальная. Нам везет. Всегда везет. Это надо всегда повторять себе. Господи. Поехали. Кофе готово. Загрузка тоже готова. Осталось нам 455 километров проехать. Поехали. Мы легкие. Я не знаю, что там будет впереди. Двери все во льду мокрые. Я еще побрызгала их ВДшкой. Ну и давайте выйдем уже отсюда. И поедем в путь-дорогу. Терезория, через границу, конечно же. Там в Карлштадт надо в магазик зайти. Купить. Попить. И еще там есть такая хорошая штука. Я вам по секрету скажу. Все обычно знают магазин Лидл в Карлштадте и Ико, да? Ну там дальше за Виллисом, где будем проезжать, там есть арабский магазин. И если не хотите тратиться, как на шведские цены, там цены гораздо дешевле. Там есть все и даже больше. Русские имеют в виду продукты не российского производства, а здесь их в Швеции производят. Просто надписи там на кириллице и все такое. Ну нормальные качественные продукты. Очень вкусный чай. И цены дешевле в разы. Если хотите, я вам отмечу точку. Как там называется? Приятный магазин этот. Очень много там тоже местных шведов, там норвегов покупают, затариваются. Потому что деньги умеют считать все. Если сейчас получится. Там есть место у магазина, где встать большой машиной. Если сейчас все получится нормально по времени, там меня никто ничего не задержит. То мы поедем, я вам покажу так наглядно. Хорошо? Поделюсь с вами такой вот информацией. Может кому-то сэкономятся средства. Там дешевле, чем в Литле, дешевле, чем у Шпадала, чем в ИЦА. Или ИКО. Ну эстонцы называют ИЦА. Так, ИКО. Короче, КОМУ КАК. Вы меня поняли. Ну там где ЛИДЛ и ИКО, вот это друг напротив друга. И дальше УВИЛИС в магазине идет. Налево мы не поедем, как она говорит. Мы поедем. ТЕК НЕКСТ РАЙТ. А не. Налево. Ладно, поехали отсюда побыстрее. Время уже 10 минут 11. Да, сейчас разбежалась. Время 10 минут 11. Судя по небу, там тоже впереди ничего хорошего. И направление у нас Стокгольмовское. Вот. Короче. Почти 6 часов, ну 5 часов ехать, это так вот, без пауз, без ничего. На границе, может быть, получится 15 минут полнее. Да я тогда Карлштадт, наверное, дойду, там сделаю, пока мы газ бегаю, получится пауза. Ещё заправиться нужно, потому что назад пойдёшь тяжёлым оттуда. Ехать далеко? Ну, не так далеко там. Кто-то пишет, что запреты, мне здесь запрещено ехать. Ну, нет, тут не запрещено ехать. Она бредит. Наверное, выспалась плохо. Вот. Приедем туда где-то в седьмом часу. Да, где-то в 7 часов вечера у нас день рабочий закончится. Ну. В Норвегии надо не забывать то, что... Ну, так. Равнозначные перекрёстки. И я тоже, когда в Эстонию много езжу, приезжаю и отвыкаю от этого. У нас их практически уже там нету, а здесь их много. И в Калашматице, в незнакомом городе, тут-то понятно, я всё знаю. А где незнакомый город, ещё что-то в Калашматице. По-первых, как, ну, по привычке забыть это, ещё что-нибудь, ну, как здрасте сказать, честное слово. Я на легковой машине, когда на рыбалку поехала, я чуть аварию так не сделала. Тоже был равнозначный. Я только приехала и... Потом, а где я? Я же в Норвегии. То есть об этом надо помнить. Да, сейчас, налево тебе нужно вот здесь. Как она ведёт её, не надо слушать. Она не понимает и много чего не видит, не знает. Мы едем, как мы знаем. Эту дорогу уже с задним ходом, с закрытыми глазами, можно приехать сюда. Здесь тоже, судя по небу, этот снежок намечается. Температура плюс один градус там будет ниже. Противная вот эта температура, честное слово. Лучше бы сразу, минус 10, минус 15 долгануло, и красота. И выморозило бы это всё. И снежочек был бы красивый, мягенький такой, не скользкий. И было бы всё красиво. Нет же. Ну, Сарсбург, вот эта часть, да, Остфилд, такая же температура, как в Прибалтике. Ну как, только не Калининград берём, а вот Эстонию, Латвию Северную. Точно такая же температура. О, ты только проснулся. Мы вместе стояли пустыми. И я где-то смотрю, что Гленя моя приехала на работу, где-то 7. Самый большой такой бордюр был такой противный. И этот, ну, лежачий полицейский. И я смотрю, она приехала на работу, я думаю, ну, сейчас она пока пойдёт кофе наливать туда-сюда. И я где-то без 15 уже там была. Без 20 вышла с машины, пока доковыляла. И, короче, пришла к ней, она говорит, сейчас я тебе скину через 5 минут. А этот кадр наш ещё стоял тогда. И в итоге всё равно, видите, он поехал в ту сторону на эту самую загрузку. Скорее всего, она ему после меня может дать, что, если он так поздно приехал, он мог загрузиться либо Кроносом полтрейлера, либо там контакт есть такой, тоже могут загрузиться там. Это недалеко, это здесь вокруг. И следующее у него. Ну, ты то, блин, едешь, то не едешь. Прикрёсток-то пустой. Вот. И потом уже поехать сюда. Могло такое быть. Здесь большой ремонт опять. Ну, как он уже не первый год здесь, так это самое, два года ему, по-моему, тут. Они там дорогу сделали хорошую. Здесь тоже будет всё новое. И мы там сначала объезжали где-то по 110-й, где мы попадали на вот этот вот, на круговой перекрёсток. Сейчас там едем уже по новой, по новенькой, по широкой, по хорошей дороге. Здесь тоже они будут всё расширять, делать большой грандиозный ремонт. В Норвегии дороги платные для всех, для легковых, кроме мотоциклов. Вот, до цикла, мопеды, велосипеды не платят. Ну, и кушевые полоски тоже. Вот. Так, всё платное и для местных, и для неместных. Надо покупать автопасс, бокс, как у меня вот на стекле. Только у меня на фирму. А если вы хотите ехать на машине сюда, то его надо заранее оплатить, зарегистрировать там по интернету. Получить при въезде в таможню, без него будет огромнейший штраф. Оставите своё авто, ещё должны будете. Вот. Ну, и он будет автоматически у вас считывать money. Так что так вот. За каждый съезд. Например, тот, что вы видели, я когда проезжаю границу нижнюю, беру вот этот свинесунг направления на Гёте-борг. Один вот этот мост стоит 10 евро, если в евро перевести. Мне оплата легковой меньше стоит. Ну, в принципе, там всё написано, когда въезжаешь-выезжаешь там. Кто смотрел внимательно и кому это надо, он это увидит обязательно. Кофеёк мельбона тоже вкусный, но не то. Но оно дешевле намного, чем тут шведский айс кофе. Вот. Десять минут уже трещу. Поехали. Жаль, да. Сейчас будем пролезать скоро. Мой дом. Мою базу. Ты нашел, а ты любимая. Вот потихонечку и снежочек начинается, такая крупа местами. То идёт, то не идёт. Значит, в Швеции, если там тихого чистят и поливают 0 градусов сейчас. Если я сейчас влево смотрю, то там полоса такая, чистое небо. Прямо так себе, более-менее. А вот справа, куда мы идём, там, охо, там темно. Вечером. Я сегодня плохо ещё спала, так ночью. Как понедельник. Меня накрывает. Вчера я разработалась так, и машину убирала, очистила. Ящики, шкафчики. Короче, много дел сделала. Еду себе надо было сделать. Короче, занималась там нормальной делами. И, видимо, у меня открылось это второе дыхание, дыхалка. Вот так, вот так. Господи, а куда? Зато сегодня приеду, завалюсь нормально спать. Сегодня работать, считай, не буду. Там два ордера было. Ну, это одна выгрузка. Опять в городе. Возле школы какой-то. И этот Арбецплац тоже. Надеюсь, я искать и буду там раз рядом школа. И сегодня моя задача, работа только за рулём. Это хороший день, считается. Ни по пять, ни по десять раз шторку эту двигать, открывать. Морозу дубовую. Вот. Считай, только доеду. Вряд ли вас только меня будут выгружать. И то не туда доеду. Я туда в центр не поеду, прям к школе. Это, ну, не умное такое, не мудрое решение. Я бы спать посплю, утречком рано выгружусь. К восьми придут на работу команда, мои логисты. Кто-нибудь меня загрузит. Либо Рор, либо Кристиан. Кто-то что-то мне найдёт. Да. Там такое направление. Там много что можно взять. То-к pue. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Магазин там такс-фри Добавил субтитры DimaTorzok 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 Очень быстро. Здесь такой спуск будет, но разгоняться нам не стоит, потому что нам сейчас поворачивать налево. Вот и ветер какой поднялся. Это еще горы закрывают с двух сторон. Нам поворачивать сейчас налево в ход. Навигатор, конечно, ведет прямехонько, мимо границы. Это опомещение. Это опомещение. Этот пустой поехал прямо датчанин. Он не датчанин, он литовец и какой-то ненормальный. Я выезжала, у него была левая полоса свободная. Промчался, не уступил вообще ни капли места. Но он не обязан мне уступать. Ну, как бы, здесь люди-то вежливые такие. Я уступаю. Да, на твоих главах. Теперь пойдем задекларируем это все, что мы везем. Здесь тоже маленькая граница. Эта граница, она еще меньше. Самая большая свинесун. Не люблю ее. Там бардак такой. Здесь тоже справа ПГФА. Нам туда не надо. Нам надо только в таможне. Я уже все написала там, чтобы не терять время зря. В принципе... Ну, хотите, покажу, что пишу. Может быть, кому-нибудь понадобится. Я говорю, что я легкая ухожу оттуда. Сейчас я достану. На примере вам покажу. Вот это вот таможенная декларация. Здесь оно написано транспортное заявление на всех языках. Въезд в Швецию. Номера машины, номера трейлера. Кому принадлежит. Номера переписываешь. Сколько штук я везу, килограммы и кому. Дата. Место границы. Здесь все понятно. Отсюда, откуда я взяла эти номера, спросите, да. Вот транспортный документ. Вот я их взяла. ЖКН номер экспортный. И личный этот номер. Вес 19. Коля, каждый документ так вот пишет. Вот у меня их два. Так вот я, в принципе, и написала все. Мне надо было идти в КГХ. Я бы этот документ бы не писала. Почему? Там дали бы свой документ. И просто я бы там в графе то же самое вот это вот продолжила. Все, вот такой вот документ. Здесь проще растаможка, чем в Швейцарии. Иногда, как сказать, логист вам, есть такие грузы, которые там, она даст референс номер для КГХ, там пробьют по нему и все вам сделают, все напишут. Ничего такого сложного там нету. Ладно, пошла я растамаживаться. Растаможились. Теперь летим отсюда быстрее, потому что пока меня там забивал офицер, мои документы, понабежали люди, а этот, приехали, то есть машины, да, и дальше пойдет дорога узкая, я не хочу за ними тащиться. Потому что там один ехал тяжелый, другой ехал там, спал за рулем практически, кое-как или смс писал, не знаю, что. Здесь вот это вот розовое здание, этот гараж, тоже этот досмотр траков. Ну, погнали, все, все дела сделали, потом я более, сейчас хочу быстрее этот дёрнуть отсюда, потому что, потому что уже говорила, да, а потом я более подробно покажу документы, что мне дали, что я отдаю в офис, что как. без заявленного груза этого самого, если ты что-то не растаможешь, там штраф такой, что можно фирму закрывать сразу, еще в долгах остаться. Поэтому это серьезное дело. Очень. Все, катим. Я вот думаю, заправиться мне сейчас в фоне в этом втекфурсе и поехать дальше. Я в Оребро не попадаю, я уйду раньше. И тогда, тогда сколько у меня топлива задавалось, если установить карту водителя. топлива у меня еще нормально, но смотря какая я пойду назад. Ёрк, вы достойные надо. Сейчас посмотрю, подумаю. Наверное, не буду я заправляться. Мне еще 363 километра. Да нет. Че-то зимой на старой машине, да, у меня как полбака зимой на заправку, потому что намного идет расход большой солярки и на обогрев, и все на свете. На базе, и на этом самом, если ты стоишь, ты стоишь под электричеством, и акумы заряжаются под печкой под своей, под вентилятором. Сюда мы заходить не будем. Справа, это возле Макдональдса, это заправки Тесла, их валом. Конечно, они бесплатные, как Тесла обещал. Ручка, ручка. Не хочу время терять, некритичное у меня топливо, все нормально. И не хочу потом догнать кого-нибудь с этих ЛТ, ЛВ номера и тащиться за ними сзади. ЛТ, Ну вот, Так, ну вот, я к вам вернулась, ехала, музыку слушала, ехала за ЭДРовской бочкой, она за шведской, она больше 80 не идет, польские они идут, потому что там за рулем не поляки, с ЭДРом 80. Вот, сейчас осталось 248 километров, до выгрузки спать хочется, там немножко мелом попало в метель, небольшой такой участок был, и сильный очень ветер, это Карлштадт, справа там магазины, здесь можно шляться так по этим магазинам, что опоздать на паром, чтобы разочек было, вот. Сейчас мы съедем, съезд, кто знает, также на Лидл, как на стекольный заводик, ну, после стекольного завода, там, направо повернем, доедем туда, все-таки в Лидле мне надо купить кофею, холодный айс кофе, и домой я взяла такой, ну, который варить надо кофе, тоже очень-очень вкусный, тоже я его там покупаю, и там были неплохие скидки. И поедем туда, я вам покажу тот магазинчик, может, мне стоит его отметить там на Google Map, и чтобы в этот, или координаты в этот, в инфобокс скинуть. Ну, посмотрим, я там подумаю уже, как сделать. Многие туда просто не проезжают дальше, едут и едут к себе. Справа это здание, вот это, с кирпича, это стекольный завод. Ну, не был, есть, мы его уже проехали просто. Там, походу, сильно будет, наверное, нести, я что-то погоду даже не посмотрела, но здесь я чувствую то, что назад я поеду, когда тоже будет весело. Когда вот ездишь оттуда, там, где красный, где-то стоит, кто там с убаром стоит, или кто-то в форт. Это самое неудобный такой выезд. Капец. Нужно стоять из-за таких вот, как я ехала, и они в ожидании стоят, там пупят. И можно там долго-долго стоять. Дольше, чем на длинных светофорах. А подальти, да? Здесь с закрытыми глазами можно ехать. Это Карлштадт, но в Карлштадте, если кто не знает, никому интересно. Капец. Продолжение следует... Лидл, ребят, я зайду, конечно, тоже возьму кофе, может быть, вас возьму, так кому-то было интересно на цены посмотреть. Смотрите, они в шведской троне, в Секах, как виду, напротив, там, и какой-то, или ИЦА, как называют, сейчас посмотрю там на паркинге. Есть места, нет, если нет, тут на этой странице надо встать. Идти просто не хочу далеко, не вижу из-за этой горы снега, надо заехать. Нет, машины стоят. Ммм, как неудобно. Обычно здесь становишься, как красота. Негде, негде встать. Нечищенная площадка. Там только, разве что, на вот этой вот площадке. Я, наверное, очень расстанула. Как раз паузу сделаем. Ну что, пойдемте, да? Вон там Руста и вон Виллис, видно, да? Сейчас пойдем. Смотри, ну только рыбу взяла. Вот эту вот взяла. Лук жареный. Сейчас покажу какую-то штуку я взяла вкусную. По рыбке соскучилась. Если все не съем, салат сделаю. Кофе нифига нету. Придется мне в Лидл идти. Вот это мычат. Ой, 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 этот. Американо стоит. В Старбакс. По дурацкой, по этой цене покупать так мало кофе. Я еще с ума не сошла. Поэтому. Иногда я вот такие штуки беру. Обеды. Перекусить что-нибудь вечером. Обычно я вот эту вот фирму покупаю. Биф моцарелла, ничего. Тортеллинии вот я еще не брала. Интересно, что это такое. Со шпинатом. Ирикотта. Паприка. Шпинат. Базилик. Томаты. Давай попробую вот это. Тортеллинии этим. Так, пошли отсюда. Пойдемте еще в Лидл забежим. И в тот магазин забежим. Это Райва любит этот яйцо. И они очень. Сурмистикс. Рыбные эти палочки две. Короче, на это. По еврику. Так, по чем. Реакера XXL. Почти 10 евро. 93,90. 93,90 написано. Вот эти по скидке 69, по-моему. Почти 8 евро. Экстра прайс. Вон там она. Ладно, пойдем. Время терять не будем. Магазин. Да. Декралы всякие. Цены, конечно, значительно отличаются. Все. Не знаю. Вот эти вот, может быть, взять. Кориандр. Однокрона. Здесь много людей так. Это их приправы. Вот этот чай вот офигенный. Иранский. 45 крон он стоит в пачках. Я, пожалуй, такой возьму. Он просто обалденный. Этот 43. Ахмат. А вот тоже 45. Ну, тут много чего есть. Тут сюда стоит зайти. Поэтому добро пожаловать. Ладно, пойду свое возьму, потому что мне некогда, ребят. По-моему. Да. По такой цене. Эй. Спасибо. Спрашивала там разрешение, ребят, можно ли снимать или нет. Вон, Виллис. Здесь можно встать на машине. Ориентир магазин Ван Айлон. И здесь получается. Ну, вы хорошие. На все про все. Вам еще скажут до свидания. На все про все. Я, короче, потратила 10 евро. Чай. Халва фисташковая. Вкусная. Там есть украинские продукты. Вот. Вот такая. Вот тут фисташки. Она вкусненькая, прикольная. Я потом открою, покажу побыстрее. Дальше там тоже магазин. Но у меня просто нету времени совершенно. Я отмечу точку на карте, если кому надо. Вот так вот он выглядит издалека. Пожалуйста, берите и пользуйтесь. Продуктов очень много. И украинских продуктов, и тульские пряники, и приправы там всякие. И чего там только нету. Подъехать сюда тоже очень... Ну, не составляет труда. И никому ты мешать не будешь. Ну, такой вот арабский магазинчик. Классные цены. Не разоритесь. Есть замороженные продукты, быстрые продукты приготовления. Типа вот этого. То, что я сейчас там купила рикотту. Есть такое. Цены значительно ниже. Холодного кофе я там не нашла. Барашка. Может, козляшка. Это я не знаю, что-то худенькая там барашка такая была. Вот. Но для Швеции это не свинина, не это самое. Это очень хорошая цена. Просто еще сейчас уже, наверное, обед. И уже разобрали. Всего. Здесь вот на этом паркинге мы иногда останавливаемся, когда едем в Норвегию домой. Да, из Эстонии едем, заезжаем сюда. Иногда вились. Что-нибудь купить, перекусить. Сейчас некогда. Пошли. В общем, со своими я пролетела. Теперь надо вот это все мне разобрать. Что-то в холодильник. Вот это я сейчас в холодильник уберу. И еще пакет я купила такой в Лидли. 22 евро. 10 евро в этой. Выка. И 10. Витамины купила. Витамины подорожали. И 10 евро, короче. Ой. Ой, что я вру. 10 евро в ЭК. 10 евро в этом. В ЭК. В мусульманском магазине. Витамины где-то 5 евро будут стоить. И. И, короче. Ай, блин. Почти 20 евро. Вот вам 40 евреев. Вот это вот все. Ну, здесь, правда, рыбка дорогая. Рыба вышла. Там чего у меня. Креветки, лимон, хлеб. Попить. Сыр. Такой вкусный. Бельгийский. Шпинат. Лимон. И попить. Вот, в принципе, все. Так, это что в холодильник уходит? В холодильник. Там дальше я посмотрю. Все, сейчас я уберу. Что за смс-ка там пришла прелестная? Не загрузка там, случайно? Потом посмотрю. Все, полетел я. Я пролетела. Блин, я схожу. С ума схожу. Такие стики еще купила с салями. Вот. Купила вот этот чай хороший очень. Я его когда-то в Астрахани заказывала морякам, которые на Иран ходят. Это я не знаю, что такое. Но что-то с солью. Лук прикольный, жареный. Хлебушек натуральный. Там он такой, пластинками. Он тоже прикольный. Вот. Кофе у меня осталась одна банка. Нифига у них ничего нету. Это масло. Смесь сливочного и растительного масла. 50 на 50 тут. Такое шведское. Я его частенько покупаю. Прикольная консистенция. Прикольное масло. Все, погнали, ребятки. Некогда совершенно. Летим. Вот.